Банковские карты. Сегодня они прочно вошли в нашу жизнь, упростив многие процессы. Один пластиковый предмет сейчас заменяет целое портмоне, однако внимания он требует не меньше. Кажется, как можно узнать необходимую информацию о карте, даже не видя ее. Очередная схема преступников оказалась простой. Добрый день. Я сотрудник службы безопасности банка. С использованием вашей банковской платежной карты происходят подозрительные операции. Давайте перепроверим ваши данные. Мне нужен номер вашей банковской платежной карты, фамилия, имя, отчество. И сейчас вам на телефон должно поступить смс-сообщение. Сообщите мне, пожалуйста, его содержимое. Передача вот этих самых реквизитов даже сотрудникам банка просто не нужна. Потому что у сотрудников банка есть вся необходимая информация относительно своего клиента. Если они уже действительно позвонили, зафиксировали какие-то несанкционированные операции, они прежде всего сами инициативно заблокируют банковскую платежную карту. Брещанин Павел один из тех, кто получил звонок от мошенников. Правда, молодого человека смутило предложение от якобы сотрудников банка. Для активации каких-то дополнительных бонусов у него попросили данные карты. И тут стало ясно, кто по ту сторону телефона. С подобной ситуацией я сталкивался. Звонили из службы безопасности банка, говорили, что у них проходят какие-то нововведения, что-то вводится. Просили сказать номер карточки, секретный код. Но так как я знал, что есть подобные провокации, я им ничего не сказал и любезно с ними попрощался. Но не только так работают мошенники. В преддверии новогодних и рождественских праздников многие занялись покупкой и продажей товаров через разные интернет-площадки. Это преступники также знают и понимают, поэтому порой выступают в роли потенциальных покупателей, якобы желающих зарезервировать товар, оставив залог. Люди стараются продать какой-либо товар на тех или иных торговых площадках, с ними связывается потенциальный покупатель и якобы под предлогом перечисления предоплаты за этот товар, либо полной стоимости, предлагают предоставить реквизиты банковской платежной карты. Вместе с тем никто предоплату не перечисляет, а происходит хищение. Чуть больше двух недель осталось до Нового года. И чтобы не омрачить приятные хлопоты, милиционеры просят граждан быть бедительными и не поддаваться на непонятные махинации. В которых главная цель – узнать данные карты. Ведь неизвестно, кто на самом деле сидит по ту сторону монитора.